Между городами-побратимами устанавливаются дружеские отношения, в рамках которых происходит обмен опытом и культурой. До настоящего момента у Видного уже были связи с разными городами, и вот в минувшие выходные было подписано соглашение о сотрудничестве со словацким населенным пунктом Гуменне, которому в следующем году исполняется 700 лет. Теперь между нашими поселениями будут установлены партнерские отношения в виде развития связей в области экономики, спорта, сферы искусства и органов местного самоуправления. Делегации из Словакии во главе с мэром города Гуменне Яной Валевой были в Видном в течение трех дней. За это время они посетили Видновскую гимназию, детский оздоровительный центр «Дельфин», детскую школу искусств, аллею славы и другие значимые места нашего города. После обмена подарками Яна Валева и временно исполняющий обязанности главы городского поселения Видное Александр Усков поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве. Во время нашего визита в Видное мы встретили много замечательных людей. Есть поговорка, что архитектура города – это его лицо, а душа – это горожане. Город Видное очень красивый. Заметно, что его строили талантливые и одаренные люди. О подробностях встречи мы попросили рассказать у нас в эфире исполняющего обязанности главы городского поселения Видное Александра Ускова. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Как известно, дружба начинается с улыбки. С чего начинается дружба городов? Вопрос очень интересный. И, конечно же, прежде всего я должен сказать о том, что в Российской Федерации ведет свою деятельность Международная ассоциация городов-побратимов. Ассоциацию возглавляет губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Ассоциации уже более 25 лет. И в этом году мы получили несколько приглашений, в частности, в Болгарии, в Словакии, теперь уже и в Греции. И вот я хотел бы подробно остановиться как раз на городе Гумене. Мы побывали с делегацией города Видное в июне этого года в Братиславе. Мы приняли участие в первой встрече городов-побратимов. Соответственно, договорились о продолжении встречи уже в городе Видное. Вот такая встреча у нас состоялась в период 11 и 13 ноября в городе. И, конечно же, основным итогом вот этой встречи с делегацией города Гумене, которую возглавляла мэр города Гумене, госпожа Яна Валева, мы подписали соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является установление побратимских отношений и развитие таких областей, как культура, спорт, здравоохранение, социально-экономические вопросы. И, безусловно же, это обмен мнениями в области местного самоуправления. Ну вот я знаю, вы как раз вот этот договор, это соглашение принесли, можно его показать нашим зрителям? Да, мы подписали соглашение, вот для наших зрителей я показываю, в этом соглашении отражены все основные понятия данного соглашения в области международного сотрудничества. Это дает нам возможность обмениваться делегациями, как я уже сказал, в области культуры, спорта, здравоохранения. И я уверен, что и нам есть что рассказать и показать, и, конечно же, в городе Гумене есть свои особенности. И я думаю, что главой Ленинского района Олегом Владимировичем Хромом будет такое решение принято, чтобы в 2017 году наша делегация смогла представить интересы не только Ленинского района, но и Московской области в Словацкой республике. Но вот этот обмен, он происходит именно на уровне каких-то официальных делегаций или простые рядовые граждане и того города, и нашего города тоже как-то встречаются, как-то обмениваются? Как это происходит? В городе Гумене есть широкая туристическая база, тем более, что это Малые Карпаты, так называемые. Есть широкие возможности для занятий горнолыжным спортом. В городе есть, соответственно, вся инфраструктура, начиная от плавательных бассейнов, открытых, закрытых, пешие, прогулочные территории, зоны. В городе и ближайших территориях есть очень много особо охраняемых природных территорий. Поэтому вот в область туризма, кстати говоря, можно очень широкую сеть развить. И мы так поняли из разговора, что вот данную область Словакии наши люди пока еще не знают. Поэтому мы дадим предложение, в том числе и коммерческим структурам, чтобы открыть возможности для жителей Ленинского района. Одним словом, станем первыми ласточками. Да, дело в том, что по и православной вере, и по славянским корням мы близки друг к другу. Представители Словакии очень хорошо понимают русский язык. Есть очень много родственных ключевых слов. Поэтому я уверен, что часть людей заинтересуется этим предложением и с удовольствием посетит эту область. Отлично. Я благодарю, что вы пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в студии был временно исполняющий обязанности главы городского поселения Видное Александр Усков. Продолжение следует...